Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Начнем мы вот с этой картинки. Я думаю, она как никогда актуальна и отражает настроение толпы, сентимент рынка. Как всегда, все выстраиваются в очереди за биткоином по 69, но никто не хочет покупать по 42. О чем и говорит ветвь дискуссии в нашем телеграмме, что все хотят переобуться в медведей, никто уже не верит в бычий рынок, несмотря на то, что у нас очень бычий фундаментал. Еще один интересный анализ мы постили в телеге про четырехволновой паттерн, который повторяется каждый цикл биткоина. Это четыре волны спроса, и вы можете видеть вот эти четыре волны здесь внизу. Вот они всегда раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. И вот они сейчас по идее раз-два, о чем говорит нам этот анализ. Смотрите, всегда вот они выделены цветами. Волна неверия, волна первых распродаж, и потом ложная вершина и уже циклическая вершина. То же самое здесь, смотрите, начало, первая распродажа, ложная вершина и настоящая вершина. И вот у нас опять же начало, первая распродажа. То есть у нас пока еще, ну если честно, я думаю, что у нас уже ложная вершина, потому что многие верят, что это ложная вершина. Но у нас точно еще не конец цикла, и вот у нас впереди ждут эти две волны. То есть фундаментально, потом опять же технически, с учетом инфляции, бешеной гиперинфляции, которая нас ждет, и печатаного станка ФРС, все говорит за то, что это еще не конец. А то, что всем страшно, это наоборот хорошо, то, что сейчас даже мне уже страшно, я думаю, что может быть это конец, вот посмотрите, как было здесь, тоже две такие коррекции мощные, задача манипуля посеять страх, чтобы сделать вот такой памп, этого не может произойти без того, чтобы посеять страх, задача манипуля посеять страх, чтобы сделать вот такой памп, ребята, это всегда так было и так всегда будет. На обратной стороне медали, конечно, вы скажете, вот наш опрос, который мы сделали вчера, по-моему, 5 тысяч проголосовало, кстати, 10 тысяч посмотрело и 5 проголосовало, ребята, вы что такие неактивные, тем не менее, большая выборка и получается, что 58 за лонг, а за шорт всего 12, скажете, все в лонгах, но на самом деле забор это тоже шорт, если вы не в позиции, вы тоже шортите по факту крипту, поэтому 58 на 42, такое себе, практически 50-50, ну и потом, я думаю, у нас все-таки более умная комьюнити, не такие прям все хомяки, так что Надеюсь, что этот опрос не настолько показателен, вот, ну и в общем-то, да, подписывайтесь на наш телеграм, чтобы это все не пропускать и давайте посмотрим более детальную картину по рынку Мы видим достаточно локальное снижение, 4-х часовик, мы видим дивера на сайфере, мы видим нисходящее сопротивление по биткоину, которое вот здесь вот ложно немного пробивалось, но в принципе, которое должно быть пробито уже, цена должна закрепиться над ним как на поддержку и тогда можно говорить уже о каком-то туземуне, ну типа как было вот здесь Вот здесь вот если вы помните, да, мы пробились и полетели наверх, как было вот здесь, вот, и статистически цена биткоина это делает, она перестает падать в какой-то момент, когда все уже продают и когда уже никто не верит и начинает расти, поэтому, в принципе, чем ниже он упадет, тем лучше, потому что он сильнее вырастет Потом смотрите, какие у нас откупы локально на минутном графике, на 10-секундном, у нас откупы, поглощающие все свечи слива, вот это было и вчера тоже, так ночью было Плюс я вижу, что альты к биткоину, многие неплохо шевелятся, ребят О чем свидетельствует нам еще метрика альтсезон индекс, смотрите, она наконец-то вышла в зону выше 70 и пишет нам, что это альтсезон, это альтсезон и мы идем наверх в сторону альтсезона, о чем мы и говорили с вами в прошлых видео про альтсезон, если вы помните Но другой вопрос, что не все альты иксуют и вы скажете, блин, какой альтсезон, я сижу там в лайтке, в дэше, в чем еще, не знаю, в биткэше, у меня сплошные минуса Есть такой момент, ребята, но я вам всегда говорил, что трейдинг это про вероятности и это про умение ждать Рынок это машина, где деньги получает тот, кто умеет ждать, от тех, кто ждать не умеет, помните это Доминация BTC находится на критически важном уровне поддержки, если говорить про биткоин сезон То есть смотрите, вот у нас было уже практически 3 касания, но здесь чуть-чуть не дошли, но будем считать за касание И вот у нас с вами третье или даже можно сказать здесь четвертое касание Если мы сейчас этот уровень пробиваем все-таки, то альтсезон мощнейший Мощнейший вплоть до следующего all-time low 2017 года И я практически уверен, что с его пробитием и выходом еще ниже, то есть выходом в полнейший альтсезон Но давайте считаться с тем, что это сильный уровень, тут все в диверах и мы можем сильно от него отскочить Даже перед продолжением падения, нарисовав какой-нибудь вот такой треугольник Поэтому сейчас, конечно, альтсезон спорное понятие Скорее это щиткоин сезон, как сказал криптохамстер сегодня в своем стриме, большой ему привет Посмотрел стрим, классный Это определенно щиткоин сезон, всякие токены, не имеющие даже собственных блокчейнов Всякие перехайпленные проекты, типа Gamefire там и просто форки Binance Smart Chain Не буду называть какие, делают по 100x-ов форки эфира и Binance Smart Chain Тем не менее, это хорошо, а то, что они так делают, это признак бычьего рынка Я уже показывал, вот в телеге тоже делал пост, что матик и ему подобные Очень хорошо отбиваются от сетки EMA Ribbon, в отличие от битка на недельном таймфрейме Это говорит, конечно, о том, что рынок бычий И давайте посмотрим несколько альтов и поймем, о чем они нам говорят Эфир к биткоину, 4-часовой таймфрейм Посмотрите-ка, эфир к биткоину ушел в локальную коррекцию Не смогли мы закрепиться выше 9 миллионов сатоши И пошли корректироваться, как это было здесь И пока у нас тут есть с вами тренд повышающихся минимумов И возможно, что мы отскочим примерно от этой поддержки Или даже чуть раньше Но будем смотреть, как развиваются события с эфиром Может быть и раньше он отскочит Также у нас тут есть повышающиеся хаи, что не может не радовать И если мы пробиваем их, то там дорога наверх открыта вплоть до 0.15 битка и выше Но на самом деле не забывайте о том, что эфир уже очень сильно перекуплен В сравнении даже с другими альтами Поэтому он может сделать и вот так Но в целом по эфиру картина быча, он идет наверх, к биткоину Соответственно, к доллару он тоже идет наверх Еще сильнее, чем биткоин в глобальном масштабе Поэтому, друзья, конечно же, могут быть очень сильные коррекции Перед продолжением роста Не стоит об этом забывать просто Но если мы сейчас улетаем по параболе, по экспоненте То, в принципе, эфир может особо уже даже и не корректируясь Улететь куда-нибудь на 7000 долларов и выше Поэтому очень интересные сейчас события по эфиру Вот разве что комиссии в сети, они, по-моему, ничего делать не собираются с ними Поэтому тут может быть и вверх, и вниз Я лично что делаю? Я потихонечку перевожу свой эфир в какие-то другие стопудовые активы Типа того же Dash и BitCash, которые, ну, непростительно дешево сейчас стоят Потому что, в принципе, эфир уже дал очень хорошую прибыль тем, кто его давно держит На обратной стороне медали Dash BTC Он, посмотрите, он как падал, так и падает Он как падал, так и падает Еще даже расти не начинал, в отличие от многих своих собратьев старой гвардии Прямо сейчас Dash USDT опустился вот на эту желтую трендовую линию Которую я не помню все здесь чем, но мы проводили Мы проводили ее с вами Я думаю, что это где-то близко к разворотной точке Страх у нас экстремальный То есть, блин, в любой момент это делает вот так вот и улетает Поэтому я Dash'ы свои держу и добираю Луна к биткоину, посмотрите Тоже локально начинает даунтрендить на 15 минутках Похоже на двойную вершину на 4-х часовике В общем, новые эти альты Я бы сейчас скорее в шорт вообще торговал Но я их, в принципе, стараюсь не торговать Матик, то же самое Я думаю, он откорректируется еще Несмотря на то, что он показывает суперустойчивый аптренд на недельках Посмотрите Он может в этом суперустойчивом аптренде еще сходить и покорректироваться Вот здесь выстричь всех маржинальщиков И потом только полететь Либо это вообще все exit liquidity Что называется выходная ликвидность Перед вообще медвежьим рынком всего Просто ее создают манипуляторы, чтобы сами выйти Поэтому Что еще тут? Нир Вот нир, конечно, растет вообще очень круто Это значит только одно Что он будет очень круто падать в какой-то момент Поэтому ниром осторожнее Но вот если он сходит до сетки и пойдет наверх Кэзэ, короче, слушайте Новый альтэйти Это просто какое-то что-то с чем-то По трону заметил, что он начал шевелиться вчера Но вот этого здесь даже не видно Вот по биткоину он дал небольшую зеленую свечечку на недельках И зеленую точечку Я думаю, что трон может интересно полететь Типа как летел атом, кстати, недавно Атом я частично разгрузил Трон к доллару пока этого даже не видно Но я думаю, что он тоже скоро развернется Вот на примере атома, смотрите Вот когда актив вот тут вот долго тусуется Он потом раз и улетает наверх То есть трон сейчас у нас примерно где-то вот здесь, наверное Или вот здесь даже, как и Dash и все остальное Атом же сейчас, на мой взгляд, нужно разгружать Каждую свечку роста потихоньку-потихонечку разгружать Потому что он потом опять пойдет корректируется к сетке Если вообще ее не пробьет А еще интересную тему я хотел сказать про RavenCoin RavenCoin я смотрю к BTC По старой памяти исключительно Потому что там есть важный уровень На котором мы прямо сейчас тусуемся Смотрите, обратите свое внимание на эту монету У нее случился халвинг буквально на днях И она сейчас тусуется на ультимативном своем уровне поддержки По большей части своей истории Посмотрите, мне этот график очень-очень сильно напоминает Dodge BTC времен годичной давности Перед тем, как он помпанул Вот когда Dodge BTC стоил 20 сатоши Перед тем, как улететь на 1500 Вот он также лежал Разве что единственное Вот тут он спускался чуть ниже И есть вариант какой у Raven Что он либо спустится еще раз в эту зону ненадолго Потому что, как мы видим, вот в этой зоне Уже накапливаются основные позиции Очень-очень долго Посмотрите, как эта зона отрабатывает И я думаю, что Ворона Может либо сходить чуть ниже быстро Чтобы там снести всем стопы Ликвиднуть там маржинальщиков И оттуда улететь в космос Либо может даже не сходить И сразу улететь в космос Поэтому по Вороне Тут как бы оба варианта И оба туда Поэтому, на мой взгляд, халвинг отыграет в цене И очень сильно Вопрос только когда Может через месяц Может через три Может через полгода Но он по-любому отыграет Тут есть вот это нисходящее сопротивление Которое тоже стоит пробить Чтобы это подтвердить Ну и тут есть, конечно же Красный money flow Который неумолимо скоро станет зеленым Поэтому приглядывайте за Вороной На мой взгляд, дисклеймер Не финансовый совет Очень похоже на то, что Показывал DoggyCoin год назад Вот такие мысли по альтам Что еще? Sandbox Посмотрите Ну это супер перекупленный актив Как я и говорил, кстати, здесь Он пошел вниз Я не говорю, что он прямо сейчас Сделает вот так Конечно же будут отскоки дохлых кошек Может быть он даже перепишет High свой Но я думаю, что не прямо сейчас Но в целом это пойдет вниз Как я вам про Doggy и про все говорил Я просто сам шортить не люблю Но сигналы как правильно Правильный в шорт даю Стоп сюда И на отскоки заходить Можно Но дисклеймер Как бы Сами все понимаете Шортить растущие рынки Очень опасно Если не понимаете Что это такое Даже не лезьте в это Ну что еще Zcash гляну Для Zcash фанов Картина даже более убедительная Чем по Dash Посмотрите Есть аптренд Есть параболическое закругление Если мы сейчас удерживаем Этот ложный прокол Возвращаемся обратно на трендовую Очень хороший потенциал у монеты Wi-Fi тоже мы не смотрели Пару недель Wi-Fi, кстати, пошел В принципе по плану Разве что сходил Вот сейчас до сетки Откорректировался Смотрите сейчас Внимательно за Wi-Fi Если он на дневке Отбивается от сетки То план все еще в игре И Wi-Fi будет пампить дальше Очень сильно Больше чем биток Он будет стоить Если он провалит сетку То более длительная коррекция Нас ждет Но на недельке Wi-Fi к биткоину Сейчас прямо сражается с сеткой То есть может быть От нее сейчас отвал Либо пробитие Нам очень важно Закрепиться над сеткой Чтобы она развернулась На недельке И пойти в бычий замес H-bar тоже выглядит убедительно Хороший аптренд Пока еще не так сильно перекуплен Как всякие сэнды и луны На мой взгляд Ну и забытые альты Не забывайте Что начинают шевелиться Обычно забытые альты Про что сейчас все забыли Про Stellar Про Ripple Про много чего Лайток вон кстати Начал шевелиться Вы видели Лайток начал шевелиться Этого здесь не видно На 30 минутках К доллару конечно Вот он ходит туда-сюда Но к биткоину Он вчера при этом вырос Просто к доллару все упало Вот поэтому Лайткоин да Посмотрите-ка Отбился от этого важного уровня И пошел обтрендиться Так что терпение Ребята Терпение Усреднение Риск менеджмент Потому что по всем параметрам Еще раз вам говорю У нас альтсезон И Крипто To the moon И мое дело Предупредить вас чуть-чуть заранее О том что To the moon будет Сами знаете Ведь глупо будет орать уже Что to the moon Когда уже он Ну то есть вы скажете Блин Гриня опять ты нам не говорил Когда надо было покупать Вот я вам говорю Экстремальный страх Все продают Даже кто не хочет продавать Их просто ликвидируют Маржинальщиков Понимаете Сквизы никто не отменял Могут быть сильные сквизы Но в целом друзья Это пойдет все наверх Сами знаете Эфир классик Вон тоже Пару процентов Битку показывает Манера тоже Ну то есть Слушайте Все альты на самом деле Сейчас Вон посмотрите Какой откуп По эфир классику На полыне Шикарный вообще Бычий откуп Polka dot Тоже посмотрите Как мы с вами рисовали Этот канал Это можно убрать Отбились точно От нижней границы канала И медленно-медленно К биткоину Идем наверх Смотрите Не так конечно импульсивно Как здесь Но идем наверх Поэтому Какое-то такое движение Может быть По доту А по доджу я говорил Я вот в это не верю Может быть сейчас Конечно сильный отскок Дохлой кошки Вплоть до вот такого Но в целом Я додж жду вот туда И вот это все движение Оно еще не закончено Цель доджа Ниже 100 сатоши Ребята Поэтому кто любит Шортить Пожалуйста Доджкоин На сильном отскоке Дохлой кошки В шорт И погнали Дэш лонг Додж шорт Все Всем профитроли Это был Гриня Что-то я заговорился С вами весело всегда Так что Дисклеймер Не финансовый совет И скоро увидимся Субтитры создавал DimaTorzok